Я слышал, что там вроде бы собираются слово лишать. Как вы знаете, я неодобрительно отнёсся к самому факту поездки Дмитрия Глудкова в Америку. Я считаю, что действующему депутату негоже ходить по чужим парламентам и выступать на площадках, которые явно не относятся к дружественному отношению к нашей стране. Это моя личная точка зрения и, кстати, точка зрения многих моих товарищей по партии. Но вот лишать его слова я, например, с аварии не вижу. Вот предложить ему, если он чувствует, что он неправ извиниться публично, значит, да, ну, такой вариант, мне кажется, вполне возможен. Но какое решение примет комиссия, я не берусь судить. Но в любом случае, с моей точки зрения, Дмитрий либо действительно не понимает, что так не делается. Вот серьёзными, взвешенными, ответственными политиками, которые пришли в политику в своём родном государстве, вот такие вояжи не делаются. Я в этом абсолютно убеждён. Если он ещё этого не понимает, потому что молод, ну, наверное, подождём, когда подрослеет. Если ему отец не объяснил, что так не делается, ну, это вопрос уже к семейному воспитанию. Но, похоже, он не понимает, он абсолютно убеждён в своей правоте, что он таким образом борется со злом внутри нашей страны. Мы со злом боролись, боремся и будем бороться, я имею в виду коррупцию. И здесь ни один пункт из нашей программы мы не считаем возможным либо смикшировать, либо забыть о нём. И мы всё это будем делать. Но всегда нужно помнить, кто наши друзья, где уместно, а где неуместно высказывать те или не критические замечания в адрес своей страны. Поэтому не собираюсь упреждать решение Комиссии по этике. Единственное, что, пользуясь возможностью, призвал бы членов Комиссии по этике к благоразумию. Потому что, несмотря на то, что я уже сказал, что сам не поддерживаю, не приветствую эту поездку в Митя Гудкова, есть регламент, есть здравый смысл, и нужно абсолютно чётко взвешивать меру некой ответственности с тем, что человек сделал. И в том числе с учётом тех формальностей, которые заложены в регламенте, насколько они дают основания для каких-то оргвыводов, либо наказаний и так далее.